Несмотря на все трудности, школа Джур работает уже 16 лет. Когда-то у неё не было даже своего помещения. Сегодня это крупный центр патриотического воспитания. За годы работы школу окончила не одна сотня человек. Уже не одну тысячу мы выховали, можно сказать честно, патриотов нашей державы, которые отслужили в Збройных Целах Украины и отслужили на славу. В центр дети приходят после занятий в обычных школах. Для них тут разработана специальная программа. Уроки по народоведению, истории Украины и казачеству сменяются стрельбой, рукопашным боем и строевой подготовкой. Благодаря этим занятиям из школы выходят не только патриоты, но и профессиональные спортсмены. Они меня воспитали, я здесь выросла в этой школе. И благодаря этой школе я стала чемпионкой Украины, чемпионкой Европы и бронзовой чемпионкой чемпионата мира. Уже традиционно во время праздников джуры посвятили новых учеников. Среди них немало девушек. Строгие казацкие правила на школу не распространяются, говорят в центре. В свою очередь юные джуровцы уже предвкушают начало занятий. А чем бы тебе хотелось заниматься? Стрельбой. А почему? Потому что там просто стреляешь, и если ты в десятку попал, ты можешь мишеньку домой забрать, куда-то повесить. Однако все 16 лет школа сталкивается с одной и той же проблемой – недостаточным финансированием. Сейчас центр находится в ведомстве городского управления образования. Однако государственных денег, понятное дело, на все мероприятия не хватает. А спонсоры не спешат помогать. Тем не менее школа продолжает развиваться. С каждым годом сюда приходит все больше детей, говорят джуровцы. Что касается праздника, то его постарались сделать не только веселым, но и сытным. Всем желающим раздавали приготовленный на костре кулиш. Сюда входит зелень, сало, пшено, масло. Потом все это хорошо, тщательно. Сначала обжаривается сало с этим, с луком. Потом добавляем воду. А после гости, сытные и довольные, отправились в школу смотреть праздничный концерт.